Всем привет! 15 февраля в Москве состоялся так называемый съезд командиров Союза Добровольцев Донбасса. Для тех, кто не знает, поясню. Это такая организация в России, которая состоит из ветеранов войны за ДНР и ЛНР, то есть из тех россиян, которые в Донбасс приезжали воевать против вооруженных сил Украины. И эту организацию возглавляет Александр Борода. Это тот человек, который стоял у истоков ДНР, который весной 2014 года приехал в Донецк и заваривал у нас всю эту сепаратистскую кашу. Ну вот местных лидеров у сепаратистов не нашлось, поэтому прислали россиянина из Москвы, который совершенно беспалево решал за жителей Донбасса, как им лучше строить Донецкую Народную Республику. Ну и покровителем Борода и этой организации также является всем хорошо известный Владислав Сурков. Человек, который является на данный момент помощником президента России, то есть лицо вполне официальное. И Борода и Сурков оба присутствовали на этом совете командиров так называемом. И помимо них там, соответственно, как понятно уже из названия, присутствовали вот эти самые полевые командиры боевиков ДНР. Я посмотрел фотографии, которые выложены были на официальной странице Союза Добровольцев Донбасса ВКонтакте. Там много фото есть и видео. Я смотрел на этих людей и я среди них почему-то не видел вообще практически выходцев собственно из Донбасса. То есть я смотрю, а там сплошь почему-то граждане России. И как-то так совпало, что значит боевики, которые якобы воевали там за освобождение Донбасса, спасали Донбасс, защищали Донбасс, боролись за права его жителей. Почему-то все оказались не из Донбасса и никакого отношения к региону не имеют. Можно вот посмотреть на фото, тут и Тамерлан Яналдиев, и военный преступник Алексей Мельчаков, который прославился садистскими фотографиями с трупами, который убивал военнопленных украинских и хвастался этим. Его друг Ян Петровский, Николай Казицын, предводитель донских казаков, Ахра Авитсба, это абхазский наемник из Абхазии соответственно, Виктор Заплатин, Тимур Окерт и многие другие. Кто это такие, вы можете сами посмотреть в гугле, эта информация общедоступна, они практически все есть в базе миротворца. Но повторюсь, всех этих людей объединяет то, что они никакого отношения не имеют ни к Украине, ни к Донбассу, то есть попросту говоря, это оккупанты. Наибольший интерес для нас представляет выступление Александра Бородая на этом мероприятии, который, сидя рядом с Владиславом Сурковым, совершенно открыто говорил о необходимости возобновления горячей фазы войны с Украиной на Донбассе. Причем в качестве одного из поводов для возобновления войны он как раз называл предстоящие выборы. Мол, если их результаты нас не устроят, снова поедем в Украину убивать украинцев. На мой взгляд, мы, к сожалению, без активной фазы не обойдемся. То есть война еще предстоит. Это, на мой взгляд, так. Обязательно это случится. На мой взгляд, ближайшие точки бифлюкации, серьезные проблемы временной, это период ближайших буквально нескольких месяцев. Вы знаете, что выборы будут на Украине, на подвластной Киеву Украине. И если поймем, что ситуация такова, что она потребует нашего присутствия, значит, наше присутствие будет организовано, и все мы должны придерживаться рамок мобилизационной готовности. Война это война, значит, собрались и пошли в ее. Она может и слава Богу, честно говоря. Потому что когда-то эту проблему надо решать, она все равно так или иначе решаться будет. И решаться она, к сожалению, будет путем, ну, короче, без кровавой каши, без кровопродителей мы не обойдемся. Это моя глубокая. Сильное заявление. Особенно про кровавую кашу было хорошо. То есть, что мы видим? Граждане России в Москве, в президент-отеле, в присутствии официального представителя власти, человека, приближенного к Путину, рассуждают о том, как они будут устраивать кровопролитие в Украине. Кровавую кашу, как выразился Бородай. Это их планы, они уже совершенно их не скрывают и совершенно не стесняются. Ну, было бы логично, если Россия дистанцируется от ДНР, ЛНР и пытается нам как-то втюхать, что это якобы какие-то независимые республики, было бы логично провести вот такой съезд где-то в Луганске, Донецке, ну или хотя бы в Абхазии, да, что, мол, Россия не имеет к этому отношения. А его провели в Москве и на нем присутствовал Сурков. И таким образом, российская власть уже не может дистанцироваться от происходящего и утверждать, что она к этому не причастна. А это самодеятельность каких-то отдельных российских граждан. Не могу сказать, что слова Бородая как-то особенно меня удивили или шокировали. В конце концов, он не сказал ничего особенно нового, не сказал ничего такого, что ранее не озвучили какие-то другие сторонники ДНР, ЛНР или граждане России. Больше поражает другое, что при всем при этом, при таких очевидных фактах, при вот этом присутствующем на съезде боевиков Суркове, который уже ничего не стесняется, в самой Украине находятся еще проходимцы или идиоты, я не знаю как их правильно назвать, которые продолжают нам втирать про гражданскую войну в Украине, что якобы Россия не имеет к этому отношения, а мы тут как-то сами воюем против собственного народа. Ну что ж, выступление Бородая, которое открыто пригрозило Украине кровавой кашей, кровопролитием очередным, да, в случае каких-то не таких результатов выборов, я думаю, очень хорошо показывает цену как этим людям, так и словам, которые они говорят. А еще это выступление Бородая очень хорошо показывает цену словам о братских народах и братских странах. Потому что когда россияне призывают делать из украинцев в Украине кровавую кашу, это не братство, это называется нацизм. Этнические чистки, геноцид, ну называйте как хотите. Сейчас в России очень много говорят о том, что в Украине якобы свирепствует русофобия, антироссийская пропаганда, что вот бандеровцы, фашисты разжигают ненависть к русским. Но поверьте мне, никакая пропаганда, никакие бандеровцы, никакие фашисты никогда бы не смогли добиться такого эффекта, которого добились сегодня Бородая, Сурков и вся российская власть. Потому что лучшей антирекламой России, лучшей антироссийской пропагандой являются как раз вот такие вот собрания военных преступников, убийц и садистов под предводительством Владислава Суркова, человека президента Российской Федерации. Мы это видим, мы это запоминаем и мы никогда этого не простим. На мой взгляд, мы, к сожалению, без активных вазов не обладаемся. То есть война еще предстоит. Это, на мой взгляд, так? Обязательно это случится. На мой взгляд, в ближайшей точке бифлюкации, серьезные проблемы в период времени, это период ближайших буквально нескольких месяцев. Вы знаете, что выборы будут на Украине, на подвластной Киеве и Украине. И если поймем, что ситуация такова, что она потребует нашего присутствия, значит, наше присутствие будет организовано, и все мы должны придерживаться рамок мобилизационной готовности. Война это война, значит, собрались и пошли в ее. Оно можно слава богу, честно говоря. Потому что когда эту проблему надо решать, она все равно так или иначе решаться будет. И решаться она, к сожалению, будет путем, ну и, короче, без кровавой каши, без кровавой пролитии мы не обойдемся. Это моя глубокая. Да вы знаете, что-то правильно все было сделано. Вот вы заблужаете здесь. Все великолепно сделано. Иначе мы Крым никогда бы не вернули. И Донбасс. Мы все вернем. Благодаря такому, как Порошенко. Это наш агент. Наш родной слубянкий человек. Он все правильно делает. Очень рад, что во главе Украины дорогой, горячо любимый мною Петр Алексеевич Порошенко. Дай бог ему здоровья. Только он до конца доведет поставленную перед ним задачу подполковник Порошенко. Обязательно. Но, повторюсь, всех этих людей объединяет то, что они никакого отношения не имеют ни к Украине, ни к Донбассу. То есть, попросту говоря, это оккупанты. Наибольший интерес для нас представляет выступление Александра Бородая на этом мероприятии, который, сидя рядом с Владиславом Сурковым, совершенно открыто говорил о необходимости возобновления горячей фазы войны с Украиной на Донбассе. Причем, в качестве одного из поводов для возобновления войны он как раз называл предстоящие выборы. Мол, если их результаты нас не устроят, снова поедем в Украину убивать украинцев.